Друзья и подруги, всем привет! Неоднократно на стримах меня просили показать свое стримерское место, ну или уголок, за которым я трачу свое свободное время. Но просили фотку, а я решил сделать все-таки видос, так как моя основная деятельность – это встроенная и корпусная мебель. И большая часть мебели в квартире я сделал своими руками, в том числе и компьютерный стол. Наверное, это основная была причина того, почему я решил сделать именно видеоролик на эту тему, а не выкинуть обычную фотку в дискорд, так как стол является если не уникальным, то хотя бы интересным. Когда я его придумывал и проектировал, я не лазил в интернете и не смотрел примеры того, что можно было бы сделать. Я больше основывался от местоположения стола и от того, что моя жена решила купить в зал угловой диван. А еще я хотел сделать что-то похожее на мини-бар. В общем, ладно, погнали смотреть на то, что у меня получилось. Специально ждал ночь, чтобы показать, как все тут у меня светится. Я с самого детства люблю всякую светящуюся херню и сейчас, когда я делаю что-то для себя в плане мебели, я стараюсь впихнуть подсветку. Как раз таки в этом случае я использовал светодиодную ленту, которую пустил по периметру столешницы. Светодиодка мультикалорная, поэтому любой цвет от желания или настроения. Ну и собственно, как вы видите, это не просто стол, но еще и перегородка, которая несет в себе функцию разделения зоны. То есть моего рабочего или игрового места от всей остальной комнаты. Как я уже говорил, я отталкивался от места, где будет стоять компьютер, а именно этот угол. И от того, что жена захотела угловой диван. Поэтому делать сюда обычный стол было бы тупо, так как обычный компьютерный стол портил бы внешний вид комнаты, под каким углом я бы его не поставил. Это было бы полной хуйней, потому что диван угловой и нужно было сделать для него какое-то разумное окончание что ли. Из-за этого и появилась идея перегородки, в которую я решил вмонтировать уже сам стол для компа. Я считаю это удачным решением, так как для дивана появилось корректное примыкание, а для меня место, которое отсекает всю комнату – маленький уютный уголок. Как это все строилось? Сама перегородка сделана из обычного чернового ДСП. Просто четыре детали скучены между собой, ничего сложного. Далее собирался стол и выпиливался контур стола в перегородке. После стола собрался шкафчик, подобие мини-бара. Также по его контуру я выпилил кусок перегородки и вставил этот шкаф. Это обрамление, которое вы видите на перегородке – это обычный напольный ламинат. Вообще в принципе я мог сделать перегородку из любого цвета и не париться с ламинатом, но мне почему-то захотелось видеть перегородку в таком виде, а именно в этих плашках. По-моему выглядит очень прикольно. Проблем с монтажем ламината на вертикальную поверхность тоже не было, так как у него замковый вид соединения трудностей вообще не возникло. Мазал на ламинат жидкие гвозди и для надежности прибивал вместо соединения замка по паре маленьких гвоздиков. Ну и постепенно выложил так всю перегородку, после чего накинул металлические уголки, а по низу пустил обычный палентус. Канат, который вы можете наблюдать – это ленивое решение для скрытия неровностей пила и самой обычной завершения облагораживания. Я изначально планировал эти места закрыть тем же уголком, но потом как прикинул, что это надо сидеть и выпиливать под 45 градусов пилкой по металлу и пытаться это сделать максимально аккуратно, чтобы примыкание имело хороший внешний вид, на коленках дома это бы не получилось, по крайней мере у меня, а вести на работу уголки, чтобы там на станках сделать ровный запил. Короче, я это все в рот ебал, решил пойти взять канат и им все обтянуть. Ну и собственно, как по мне, канат тут очень в тему даже, так как сочетается очень хорошо с цветом ламината, по-моему прикольно. Та вон херня на полу – это подставка для ног, ну чтобы сидеть как царь. Тут сделал небольшую нишу под всякую херню, например, вот как пепельницы и салфетки, которые сейчас лежат. И три ящика. Наверное, уже заметили, что на ящиках нет ручек. Я не стал портить фасады ручками по причине того, что хотелось, чтобы не было ничего лишнего – ровная и гладкая поверхность. Поэтому воткнул кифоны. Они открывают ящики при нажатии на фасад. Очень удобная штука, рекомендую, кстати. Ну и собственно, вот такое у меня местечко. Сделанное собственными руками, начинают задумки, заканчивая полной реализацией. Сколько я потратил денег, честно не скажу. Никогда все это строил, даже не пытался считать. Самый дорогой в этом столе – это напольный ламинат, а все остальные доски для перегородки, для стола обошлись очень дешево, так как я сам это все пилил, кормил, после собирал. Но если все суммировать, наверное, тысяч 15 мне это все встало. И то большая часть денег потратилась, как я уже сказал, на напольный ламинат. Ибо охуенный цвет камера-то вам, наверное, не передаст истинный оттенок, я и не нашел ламинат с таким цветом за меньшие деньги. Ну я вроде все показал, все сказал, поэтому давайте прощаться. Спасибо за просмотр, всего хорошего.